Привет! Сегодня мы создадим пейзаж при помощи гуаши. И, кстати говоря, когда мы работаем красками, то есть гуашью, акрилом, маслом, акварелью, правильно говорить писать пейзаж, то есть не рисовать, а писать. И не раскрашивать, а делать в цвете. Ну или также, можно сказать, писать. То есть пейзажи мы пишем. Я тебе предлагаю достать гуашь и обрати внимание на то, в каком она состоянии находится. Гуашь должна быть очень мягкой и напоминать, как нам в университете говорили преподаватели, сметана. То есть она должна быть с такой консистенцией мягкой. Если у тебя вдруг баночки высохшие, то вот тебе такой лайфхак. Если ты когда макаешь кисточку в баночку и у тебя краска не набирается, значит нужно просто залить теплой водичкой полностью эту баночку, закрыть крышкой. И оставить на сутки, на целый день. Допустим, на следующий день приходишь, открываешь, ничего не трогая, там не перемешивая, сразу водичку вот так выливаешь в раковину. И вот после этого уже берешь обратную сторону кисточки или палочку какую-нибудь ненужную и размешиваешь эту краску. Размешиваешь. Вот такая схема. Она очень рабочая и я сама пользуюсь таким образом. Восстанавливаю, скажем так, краски из высохшего состояния. Поэтому пользуйся и чтобы твои краски всегда были в правильном состоянии. Ну а сегодня я предлагаю начать. И я думаю, что мы даже не будем делать никакой набросок карандашом. Потому что в целом здесь можно будет очень даже легко разобраться. Только тебе для работы нужна будет кисточка, какая-нибудь тряпочка или салфеточка. Ну бумажное полотенце, например, можно взять. Естественно, стаканчик с водой. Гуашь. И я еще рекомендую взять бумажечку, чтобы подкладывать под твой рисунок, чтобы не испачкать стол. И, конечно же, палитра. Вместо палитры можно использовать что-то другое, например, пластиковую какую-нибудь тарелочку или какую-нибудь еще форму, какую ты найдешь. Итак, предлагаю начать. И начинаем мы с самых обычно темных и ярких цветов. И потом постепенно осветляем. Сделай так, чтобы тебе при работе ничего не мешало. Если ты правша, то баночка с водой и палитра должны быть с правой стороны. А если левша, то, соответственно, с левой. Итак, мы начинаем. Всегда, когда работаем гуашью, красками, там... Ну, кстати говоря, не только красками, даже пастелью сухой. Мы начинаем с самого дальнего плана, потому что это очень удобно. Сначала самый дальний план — это у нас небо. Поэтому мы берем немножко белой краски, добавляем ее на палитру. Добавляем туда розовый оттенок. Ну, можно взять вот такой красный, который потемнее. А есть еще красный, вот такой алый. Можно взять который потемнее. Если вдруг нет, то ничего страшного, можно взять и алый. Он тоже подойдет. Размешиваем. На палитре не должно быть много воды. На кисточке тоже. Следи за этим. Тут должна быть только краска. И примерно зрительным мы делим листок пополам на глаз, да? И начинаем вот так работать. И мы не покрываем полностью весь листок равномерно. Мы делаем это вот такими частичками. Я очень надеюсь, что после того, как мы сегодня нарисуем такую реалистичную, красивую картину, тебе захочется работать в реализме. Потому что наш фундаментальный курс, он как раз-таки настроен на то, чтобы работать в реализме и делать реалистичные работы. Смотри, мы сделали вот такое небо. Я местами оставила белые просветы. Это нормально, потому что туда я сейчас буду добавлять другой оттенок. И смотри, я когда кисточку сейчас помыла в водичке, я потом промокнула ее об тряпочку. То есть не забывай тоже это делать, чтобы лишнюю воду убирать. Гуашь, она не очень любит большое количество воды, поэтому нужно хорошенько промывать. Сейчас что мы делаем? Можно взять какой-нибудь желтовато-оранжевый оттенок и добавить его тоже в эту же палитру, в принципе, в ту же самую ячейку можно. Получится такой розово-желтый оттенок. И рядышком наносим. И обрати внимание, я стараюсь сделать так, чтобы, во-первых, я наношу краску горизонтально, никак ее там вот так не размазываю хаотично. Все горизонтально, создается эффект неба и облаков. И стараюсь сделать так, чтобы никаких четких контуров не оставалось. То есть смотри, вот я провожу краской, все, и она у меня плавно где-то исчезает в розовом цвете. То есть я никак там облака не обвожу. То есть специальную им форму не задаю. Все это происходит на глаз в таком естественном виде, что как раз-таки добавляет нашему небу еще больше естественности. А теперь вот в эту палитру, которая вот у нас здесь осталась, можно добавить еще побольше белого. Размешать, получится такой светлый-светлый оттенок. И добавляем его уже сверху, в те места, в которые считаем нужным. Я добавлю в основном на желтоватый оттенок, для того, чтобы его осветлить и чтобы облака были еще лучше видны. Вот что у нас получается. Такое легкое воздушное небо. Итак, идем дальше. Мы добавляем сейчас средний план. То есть мы сейчас сделали дальний план, это у нас небо. Затем передвигаемся, что у нас находится чуточку ближе. Это кусты и дальние деревья. Поэтому мы берем зеленые оттенки, смешиваем их в палитре. Я беру разные оттенки зеленого. Добавляю им капельку синего и капельку белого. Для того, чтобы они не были такими яркими. Это воздушная перспектива. На фундаментальном курсе я более подробно про это говорю, что дальние предметы, они нам кажутся бледными. А линейная перспектива, да, есть еще такое понятие, линейная перспектива, это когда дальние предметы кажутся нам маленькими. И два вот этих вида перспективы мы более подробно как раз изучаем на фундаменте. Итак, смотри, вот такой оттенок у меня получился. Это зеленый с добавлением капельки синего и капельки белого. Получился такой приглушенный зеленый цвет, разбеленный. Что мы делаем? Вот сейчас у нас уже есть середина листа, да, и мы просто вот так заходим на наше небо. Кисточку я держу, посмотри как, да? Нет, острием вверх, чтобы у меня создавались макушки деревьев. Я сейчас просто прорабатываю дальний план. Какие-то деревья делаю больше, выше, какие-то меньше. И просто вот так прохожусь по всей горизонтальной линии. Какие-то прям можно сделать еще выше деревья. Но сильно до неба доходить не нужно. Вот, добавляем толщину, да, чтобы это не была тоненькая полосочка из деревьев, а чтобы она все-таки была такая достаточно широкая. Толщина деревьев уже есть. Затем мы сейчас будем добавлять следующий слой. Он должен быть чуточку темнее, потому что он уже становится к нам ближе. Поэтому я беру темно-зеленый, смешиваю в этой же палитре. Посмотри. Самое главное, старайся следить, чтобы не было много воды. И таким же образом я добавляю более ближний план. И так же создаю, формирую деревья. Какие-то выше, какие-то ниже. Затем я сейчас буду рисовать полянку, состоящую из травы. Для этого мне нужно сделать светло-желто-зеленый оттенок, потому что это будет солнечная поляна. Деревья вертикальные, на них света попадает меньше. А полянка горизонтальная, на нее света попадает больше. Поэтому она должна быть желто-зеленого оттенка. Я смешиваю в палитре желтый и зеленый. У меня получилось вот такой травянистый, светлый, солнечный цвет. Солнечно-зеленый, хочу сказать. И просто в горизонтальном виде, вот таким образом, начинаю его добавлять сюда, на оставшуюся часть. Просто покрываю полностью всю нижнюю часть. Где-то у меня остаются просветы, ничего страшного, потом это все покроется. Нам сейчас главное просто вот таким образом все-все-все покрыть, чтобы не оставалось слишком много белого цвета. Чтобы белая бумага не просвечивала, самое главное. А то, что здесь видны мазки, это ничего страшного. Сейчас мы над этим поработаем. Так, отлично. Вот, мы сделали, значит, вот такую траву, такой лужок, лужайку. Берем желтый. Здесь краски уже можно побольше брать. И, кстати говоря, обрати внимание, как я набираю краску. Я прямо ее подцепляю кисточкой, чтобы, во-первых, у меня хватило на всю работу. Во-вторых, я не просто ее там окунаю, а именно подцепляю. И вот так добавляю на палитру. Промываю. Я не люблю одной и той же кисточкой грязной в разные баночки лазить, поэтому так я не делаю. Каждый раз промываю кисточку и протираю ее об тряпочку. Мокрую кисточку я туда не окунаю. Беру зеленый цвет. И смотри, если у тебя сейчас получится более желтый, то есть вот этот, мы сейчас брали цвет, а если получится пожелтее, это даже будет хорошо. И смотри, что мы делаем. Мы начинаем прорисовывать травинки. Для этого можно взять тоненькую кисточку, но у меня кисточка синтетика, поэтому она заостряется на конце. И я могу себе позволить такую роскошь, как просто сразу рисовать эти дальние травиночки. Они должны быть мелкими. Обратите внимание, все у нас идет с дальнего плана. Мы теперь идем издалека, дальние травинки прорисовываем. Они не должны быть высокими, они не должны быть длинными, толстыми. Они должны быть мелкими, потому что они далеко. Напоминаю, это линейная перспектива. Линейная перспектива – это когда то, что дальше кажется нам меньше. А воздушная – это когда то, что дальше кажется нам бледнее, полупрозрачным. Вот смотри, я нарисовала дальние травинки. Постепенно вот так продвигаюсь вниз. Вот я создала этот красивый контур. Теперь я могу добавлять в этот зеленоватый цвет побольше темненького и постепенно эти травиночки затемнять. Вот так, добавляю зелененький поярче. И просто их еще разочек прорисовываю. Все это мелкими-мелкими штрижками. Не поленись, возьми тоненькую кисточку, если есть. Если нет, то прям кончиком. Посмотри, как я держу руку. Я ее ставлю вот на косточку, вот сюда, да? Вот так, на запястье. И кисточка у меня прям вертикально стоит. Прям вертикально. То есть она никак там не боком. Я никакие вот такие вот толстые линии не рисую. Сейчас прям покажу, как делать не надо. Если неправильно сделать, то травинки будут получаться вот такие толстые. А они должны у нас получаться вот такие тоненькие. Посмотри разницу, видишь? Вот так надо делать, чтобы было естественно. Прорисовываем. Не рисуем их как забор. Какие-то должны быть выше, какие-то ниже. То есть разного размера. Естественно, разной толщины они, да, получаются. И сейчас еще чуть-чуть затемняем эти травиночки, которые еще ближе к нам сейчас будут. И их уже можно делать чуть длиннее. То есть дальние они получались коротенькими, а которые будут поближе к нам, они будут получаться подлиннее. Потому что мы их уже лучше видим, они ближе к нам. Видишь, как создается плановость. Мы начали издалека. Постепенно придвигаемся вот сюда вперед, все ближе и ближе. И у нас получается вот такая картина. Можно даже немножко синего капнуть на самый уже ближний ряд. У меня, в принципе, трава получилась состоящая из четырех рядов. Но между ними не должно быть слишком большой разницы. То есть я только на чуть-чуть каждый раз ее затемняю. И из-за этого создается плавный переход. То есть вот там светло и постепенно, постепенно вот сюда потемнее. И теперь понятно, для чего мы покрывали внутреннюю часть сначала зеленым цветом. Потому что сейчас на травинке мы их рисуем отдельными, отдельной штриховкой. И если мы это делали на белой бумаге, у нас бы просвечивалась сейчас белая бумага через травинки. А так у нас просвечивает зеленый цвет. То есть зеленый фон мы уже заложили там. Вот. Вот такая красота получается. Сейчас нам остается просто добавить мелкие цветочки. Я предлагаю их сделать сиреневым цветом. Для этого нам нужно взять белый цвет. Немножко синего. Если у тебя нет баночки с фиолетовой краской, да. Синий, который не вот такой прям синий-синий, а который больше к ультрамарину, который даже напоминает чем-то вообще фиолетовый цвет. Вот его нужно взять. Цвет называется ультрамарин. Добавляем его в палитру. Можно пока сразу не перемешивать. И красный, ни в коем случае не вот такой алый, а именно холодный красный, вот потемнее который, рубиновый. Он даст нам красивый сиреневый оттенок. Чуть-чуть капнули и размешиваем на палитре. Посмотри, какой сразу получился красивый сиреневый оттеночек. Супер. Теперь чуть-чуть подсыхает наша трава. Если она у тебя слишком мокрая, то лучше пока не делай ничего. А если уже высохла, то можно прорисовывать мелкие цветочки. Также кончиком кисточки я это очень аккуратно делаю. Но я не прорисовываю каждый цветок прям индивидуально. То есть посмотри, как я делаю. Я некоторые цветочки прорисовываю, да, а некоторые просто там в виде каких-то мазочков, точечек показываю, что они там есть. То есть нам не нужно каждый цветок прям досконально прорисовывать. Художники так почти не делают. Они только показывают, что там есть цветы. А если вот так каждый цветок прорисовывать, это получается такое направление, как фотореализм, когда художники пытаются быть в роли фотографа и изображают прям вот все точь-в-точь, как есть. Но для классических художников такой вариант не подходит. Мы просто намечаем, показываем схематично, что там что-то есть. И обратите внимание, да, цветочки, которые подальше от нас, они уже там практически как точечки. Там они прям мелкие-мелкие. Потому что мы уже там не будем видеть их лепестки. Они уже вдалеке там. Поэтому просто точечками их можно там обозначать, что они там есть. И если есть желание, то можно на серединку цветочков добавить, допустим, точечку желтого или точечку белого. Я белым добавлю. Везде вот так капну. На серединку. Но самое важное, да, в данном случае, прям делать это очень-очень аккуратно, изящно, прям острием кисточки. Ни в коем случае мы не размазываем ничего, чтобы не получилось много грязи. И вот смотри, точки я тоже не везде добавляю. Куда-то я их там добавляю, показываю, что там тоже есть серединка цветочка. Да? Но не везде. И вот такой пейзажик у нас получился. Очень красивый, очень простой и легкий. Мы, в принципе, очень быстро с ним справились. Здесь можно использовать вообще как открытку, кому-нибудь даже подарить. и изучили здесь, что такое воздушная перспектива, что такое линейная перспектива и принцип работы гуашью, как нам правильно надо работать гуашью, писать гуашью. То есть, напоминаю, да, мы начинаем, во-первых, с самых темных цветов, то есть мы с самых таких более ярких и темных, да, то есть мы не начинаем сразу с белого. А потом второй пункт, да, с чего мы начинаем, это с самого дальнего плана, чаще всего с неба. И потом уже прорисовываем дальние там деревья, реки или какие-то цветочки, если там есть. Иногда еще горы на фоне бывают, если мы пейзаж делаем, да. Ну, получается, с дальнего, дальнего плана, и постепенно вот сюда в ближний приходим. То же самое, кстати говоря, касается и натюрмортов. Когда мы работаем с натюрмортом, кажется, ну, какой там может быть дальний план? Там же, ну, вот он стоит, вот эта ваза, да, с цветами, она уже как бы, ну, есть. Что, что, где там дальний план? Нет, там тоже есть дальний план. Внутренние части, то есть вот цветы, они сразу спереди, сверху, их хорошо видно, а внутри листва, зелень, все вот это темное, там еще внутренние цветочки есть. Вот надо начинать с того дальнего плана. Когда вы делаете, значит, букет в вазе или где-то, начинайте с того, что самое темное, самое внутреннее в этой вазе, а потом уже постепенно передвигаетесь вперед и в самом конце уже рисуете вот эти крупные цветы, которые прям создают всю атмосферу этому букету. Такая же плановость, то есть принцип такой же. Все время, когда вы начинаете работать над какой-то картиной, находите то, что самое дальнее, то, что в самом далеке. Вот с него начинайте. И потом уже постепенно-постепенно придвигаетесь вперед. Я очень надеюсь, что у тебя получилась картина, которая тебе нравится, потому что сама по себе картиночка неплохая. И я думаю, если выполнять все правильно по моим указаниям, как я говорила, то здесь сложно сделать так, чтобы не получилось. Поэтому спасибо тебе большое за этот урок. Очень было приятно с тобой рисовать. И я надеюсь, что мы встретимся на фундаментальном курсе, где я тебе еще больше расскажу полезной информации, где мы еще больше отработаем разных материалов. Там будет и сухая пастель, и цветные карандаши, и простые карандаши, и даже маркеры. И гуашь там тоже будет. Там будет очень много всего интересного и полезного. Поэтому встретимся на этом курсе. До скорой встречи. И пока-пока.